Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, чтобы указать вам на один важный момент. Написали вы свой текст довольно-таки бурно, неразборчиво. То есть, есть множество моментов, на которые стоит обратить внимание, на которые нужно разобраться. Ваш вопрос, он порождает скорее больше вопросов, чем ответов. Например, что, допустим, с вашим образованием? Да, то есть, почему вы не учитесь, почему вы не заботились о своем образовании? Из-за чего это, с чем это связано? То, что вы делаете, то, как вы себя ведете. Вот, у этого же я уверен. Есть какие-то свои, скажем так, обстоятельства. Ну, значит, нужно, чтобы вы обязательно для себя этот момент определили. Нужно, чтобы вы обязательно для себя этот момент выделили, да? Вот. Второе. О чем я хотел бы, чтобы вы подумали, это о том, кто, как, на кого и почему влияет в вашем случае. То есть, почему так сильно на вас влияет в ваши родные? С чем это связано? Из-за чего они так влияют на вас? То есть, кто заставляет вас идти, например, на работу, да? То есть, для чего вы работали, для чего вы работали тогда? Да. Понимаете? Какая штука. Вот это, пожалуй, очень важно. Если вы хотите понять и принять себя. То есть, понимаете, вот на вас дают родные, если на вас дают родные, значит, вы самостоятельно не решаете, как вам жить. А если вы не решаете самостоятельно, как вам жить, то, соответственно, я полагаю, что накапливается неудилизаренность, негатив и так далее. А дальше, что я вам, значит, хотел бы сказать еще. Еще я вам хотел бы сказать, что вам желательно побыть наедине немножечко с собой. Вот. Вам нужно побыть наедине немножечко самим с собой. Вот. чтобы вспомнить, кто вы, куда идете, чего хотите и так далее. Вот. То есть, как бы здесь вся тонкость именно в этом, что заставляет вас вот так вот действовать. И у этого есть свои причины опять же. Далее очевидно совершенно, что вас мало кто слушает. Ну, вообще. Вообще. из, не знаю, людей может быть, может быть, окружающих вас вот, может быть, а именно из, ну, может быть, именно из людей, может быть, из окружающих. Вот. То есть, нужно здесь позаботиться сам немножечко о том, чтобы вас, вас к вам прислушивали. Вот это вот, пожалуй, очень такой, чтобы вас, чтобы вас окружали те люди, да, которые бы вам прислушивали. Вот это вот, пожалуй, очень такой, очень важный момент, очень нужный момент и тонкий момент. Потому что без этого, ну, никуда. Для начала нужно вам все выговорить, все проговорить, то, что вас волнует, то, что вас беспокоит. А после уже можно будет что-то делать, можно уже будет нарабатывать какую-то, ну, модель какую-то стратегию поведения. Вот. И, соответственно, воплощая ее в жизнь, да, соответственно, уже стремиться к своему счастью, к гармонии и так далее. Для этого требуется определенная работа. Не совсем понятная история с вашими родными, почему они на вас давят, почему они как-то вот вообще угрожают вам там даже забрать ваши деньги, то, что вы накопили. То есть как-то это все очень, знаете, странно. И таким образом получается, что в этой ситуации, в которой вы оказались, вот даже не так, в этой ситуации, в которой вы оказались, да, она представляет из себя не одну ситуацию, а на самом деле несколько. И нужно, чтобы вы увидели желательно сами, почему и как вы в нее попали. Понимаете, вот это является тем основным направлением, которое я вам предлагаю проанализировать, как и почему вы попали в эту ситуацию. То есть чтобы из ситуации выйти, да, как вы говорите, нужно понять, как вы в нее попали. Вот, в принципе, так я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.